МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моё животное. У меня отличная идея. Сегодня ночью, ты придёшь ко мне. Хорошо. Да. А? Домой. Полковник уезжает до завтрашнего вечера. Ты придёшь ровно в полночь. Нет, я туда не пойду. Я приказываю. Зачем? Здесь же лучше. Ничего не лучше. Я так хочу. А если он узнает? Даже жалко, что он не узнает. Всё. Чего тебе? Чего жалко? Ну, не важно. Ты придёшь? Или я ухожу? Сейчас же. Ну? Может, ему стражей. Турочок. Они же не поднимаются к нам в покое. Я тебя пущу через чёрный ход. Не исключи от всех дверей. А ты так хочешь, я… Живу с ней. Мам. Да. Мам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА – Ну, наконец-то! – А вот! – Пошли! Пошли! – Ух ты! Пошли! 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 – Как тебе моё гнёздышко? – Нравится? Глазнил. 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 Продолжение следует... 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 Рядька... Подолок... Тварь... Тварь... Твор... З become... Катерина... Тbah Tetra... Убью... Твор... Товарищ... Открой... Тв��니... Открой... Убью тебя... Твотные... Господи... Ну почему же мне всегда попадаешь... не только ничтожество, Господи! Ну, че ж я так провинилась? Беточка! Никому я не нужна, никому! Я проклята! Беточка, ну… Ну и можно только пользоваться! Чему меня нельзя просто любить! Такой же, как все! Прокрался в дом, чтобы залезть в сейф! Ты вошел ко мне для того, чтобы красть! Как пошло! Беточки, я клянусь… Возбользовался мною какой-то мычкой! Да нет же! Зачем ты полез в сейф? Ну, я же говорю, случайно! Случайно! Я клянусь тебе! Случайно взял ключи и полез? Да! Открой! 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 Дядочка. Я люблю тебя. Прости меня. Дядочка. Дядь, сейчас. Иди ты кушай, я тебя целый час жду, ну. Что опять? Господин, здесь такое. Шляпа, не моя. Слушай… Степа, хватит пить, а? Ты понимаешь, она… она живет этим гнузом. Спят, конечно, порзень, но… Ох, он меня тогда в коридоре не догнал. Что? Я прямой коридоре башку проломил. Принеси еще. Не надо ничего нести. Она просто ненормальная какая-то. Поэтому и такая. Какая такая? Ну, она… Необычная, что ли? Я вообще ее поначалу боялся. Очень боялся. А сейчас не боюсь. Знаешь почему? Почему, Степа? Потому что я полюбил ее. Почему? Понимаешь? Знаешь что? Сказать? Скажи. А так ты не смеешь, я тебя убью. Степа, ну ты чего? Она меня тоже полюбила. Так что ж тут смешного-то, Степа? Да… Степа… Яна, как ты не понимаешь, что… Степа… Да ты кто я, кто она? Ну… Степа… Степа, ну почему ты думаешь, что в тебя невозможно влюбиться? Ну почему? Ты ж… Ты посмотри на себя. Ты ж красавец, Степ. Степа… Да? Конечно. Думаешь? Конечно. Я вообще думаю, Степ, что ей необходимо любить. Она же почему такая вот, как ты выразился, такая сумасбродная? Потому что мучается. Без любви мучается, Степа. Слушай, давай я его прибью, а? Ну смотри, ей хорошо будет. Ему тут спокойнее. Он кровь постоянная пьет. Он в марафетки уходит, всяким борделем, всяким паскудством занимается, понимаешь? Да кто по борделям, в секунду, что ли? Я тебе говорю… Степа… Я тебе говорю, у Беата раньше служанка служила. О, пани Матильда, ты к ней рассказывала. Он в бордель к Тане ходит. Он там на кореечках ползает, а его там лупцуют. Как это лупцуют? Да вот так. Как кобылу кнутом бьют. Давай я прибью, а? Да. Теперь уже не знаю всё. Давай из Кулацка вернёмся и подумаем. Хорошо подумай. А сейчас успокоился. Теперь давай домой спать. Хорошо? Всё? Давай. 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 Стопа. Всё. Давай. По моим расчётам, всё должно занять не более получаса. Если, конечно, удастся уйти незаметно. Ещё через полчаса мы будем у границы. Ну, а если придётся отстреливаться, хорошо бы иметь у границы поддержку. Ничего не переживайте. Вас будут поддерживать люди родмистры Сычёва. Слушаюсь. Надеюсь, участие в совместном деле наконец… Наконец, примирит вас с поручиком. Я облагодарю вас, господа. Что-то вы не в духе, пан полковник. Хандрить перед рискованной операцией скверно и приметно. Да и когда они ночью вернулись? Под утро. А что? На котором часу? Уже светало. Два слова, поручик. Конечно. Простите. Я слушаю. Вы, конечно, не приняли серьёзно слова о его предсходительстве о примирении. Конечно, не принял. Надеюсь. Это, наверное, раздумаю, вы забыли. Выстрел в свечи завали. Ты ещё никак не уймёшься? Я помню. Вы сейчас хотите, чтоб я застрелился? Боюсь, не смогу доставить вам такое удовольствие. Совершенно нет времени. Как и у вас. Но я помню. Оставил бы ты его в покое. Не люблю таких, каких. Сказать не могу. Чувствую. Сволочь. Никакой он не сволочь. Это ты дурак. Один заместительный человек. Умница. Ну, вот я хочу посмотреть, как этот умница вышибет себе мозги. Белые акации, гроздья душистые, Вновь аромата, аромата полны. Вновь разливается дрель соловиная В тихом сиянии, сиянии луны. Музыка Проходите смело. Бумаги настоящие. Изготовлены в штабе округа. Так. А форма? О, мое приготовил. Вы трое артельщики подрядились на ремонт водопровода. Это наряд на работе. Он настоящий. Помощник командира роты? А он мне кажется, что это как-то не солидно при моем саде. Ладно. Давайте, излагайте, как вы будете подставлять нас под чекистские пули. Взрыватель выставлен ровно на десять ноль ноль. Рванет. На все про все у нас будет десять минут. Иначе, действительно, все будет как по слову пастыря. И чё? Чё-чё? Пристрелят тебя, вот чё. Чё-чё? Чё-чё-чё-чё-чё? Нравлюсь? Да просто, вижу, хорошая девушка. Так ты б, товарищ, ее в деле попробовал. Раненых на раз укладывает, не то, что здоровых. Проходите, товарищи. Моя. Сама, Элитика. А у вас здесь природа, лес. Да, места грибные. Рыба. Прошу вас, рыба. Прошу вас. Васька, командиру! Прошу вас. Чесанул сукин кот. Не хочет в царство небесное. Разрешите, Тимофей Федорович. Я ему личную отправку организую. Можешь. Заслужил. Стараюсь. Да не ты, он заслужил. И оба молодцы. Браток, дай папироску. Граждане-диверсанты прибыли. В полном составе. Девять ноль ноль. Пора наших отцов-командиров к смерти готовить. Пошли, пусти, пошли. Твою мать, а. Разум бы скалит. Это есть наш последний и безжизненный бой, Сын дерна церанат, возпрямит рот и слой. Садитесь, товарищи. Начинаем наше совещание. Товарищ старый, позвольте, я сделаю короткое объявление. Объявление? Что срочно? Необходимость. Давайте, слушаем вас. Товарищи, кто меня не знает, начальник Плутского ГПУ Шилов. Ровно через пятьдесят пять минут здесь все взлетит на воздух. Здание клуба заминировано. Спокойно. Товарищи, тихо. Тихо. Враг решил нанести нам подлый удар в спину, но мы, конечно, этого не допустим. Меры приняты. Поэтому прошу соблюдать вас революционную выдержку. Секунду, попью. Шилов, Шилов. Нужно немедленно очистить помещение. Никак нет, товарищ старый, нельзя. Что нельзя? Что вы намерены предпринять? Откровенно говоря, я намерен всех вас тут убить. Шилов, что вы несете? Тихо, товарищи, тихо. Вы что, с ума сошли? Я приказываю немедленно очистить помещение и начать разминирование. Выполняйте. Никак нет, товарищ старый. Что? Вот. Что вы суете мне? Товарищи, операция санкционирована самим товарищем Держинским. У товарища Шилова особая полномочия. Я приказываю всем исполнять распоряжение. Что от нас требуется? Раздевайтесь, товарищ. Один. Товарищи Шилова. Один. Бегу. Раз. Раз. Один. Раз, два. Где их? В двадцати верстах отсюда. Ликвидация банды Ярошенко. Так. Времени в обрез, товарищи. Сейчас мои люди проводят у вас в безопасное место. Ну, а товарищи наши погибшие послужат нашему делу. Последний раз послужат. Вы позвольте ваш портсигар? Что? Портсигар. Зачем? Да. Для общего дела. Всё. Всё спокойно, вроде бы. Должно получиться. Спасибо. Пошли. Не топки же! Волон у вас! Кто стоит-то? Так, быстро! Все туда! Быстрее, давай! Давай, давай! Давай, давай! Быстро, быстро! Быстро! Ты что, старик? Вот же там раненые! Я ж не могу, сестричка! Да басту я! Сами есть что? Нет, все побежали! Побежал туда! Быстро! Хватай носилки! Давайте, давайте, давайте! Верну вверх! Верну вверх! В семья ходят! Батька, дай обдарик! Ты почекай, почекай! Все должно быть правдоподобно! Хараули! Ну? Есть! Есть! Дед, это не я, Буа! Самаич! Сколько там человека стоит? Живой? Да выносите, что толпите встал! Как же так-то, а? Я не могу! Ага! Ага! Товарищи Штерна! Потеряли мы… Я не знаю, кто за него ответит, но ответит. Эй! Мы кто? А ну стоять! Быстро! Близно! Достоим! Вперёд! Дождать! Противы! 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 Всем не уйди, лошадка не выкинет! Амбар! Дикай, Айденок! Зайдёмся! Близно! 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 Сработало! А? 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Насходимся! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Вельможный бан, ротный, сэр! Бог вас послал, нам у спасения! О, чёрт! Там за нами погоня. Человек десять. Если до реки Датьяну считаются лели, за рекой мои сидят. Ну что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Везучий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господа, господа, давайте сделаем паузу. Нам с товарищем Фоской уже действительно пора. Мы и так на утреннюю службу опоздали, то хоть на вечернюю молитву поспеем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Красивая вещь. Держите, сын мой. И постарайтесь больше не грешить. Да, и если что-нибудь затеете в этом духе, милости прошу в нашу обитель. Непременно. Храни Господь вас. Держи вас. Храни вас Господь. А я уж думал, что вы меня тогда решили... Это было нечестно. Да и скучно. Нет, уж вы как-нибудь сами. Желаете прямо сейчас? Не желаю. До поры мне запрещено вас трогать. Но вы не думайте, что я все списал. А я и не думаю. Выстрел Пушкина. Читали, конечно. Вот у нас с вами такая же история. Вы застрелитесь, даже не сомневайтесь. Ну тогда, когда я вам скажу. Ну что ж, давайте за вас. Поздравляю. Миссия Клоп, извините, но чтоб это в последний раз. Отстаньте. Ничего не отстаньте. Вы питаетесь. А с животными не положено. Не положено. У меня в контракте прописано стол. Стол. Стол на вас, а не на животные. Кто животное, еще посмотри. Дай, Жужу. С моего стола я могу угощать, кого пожелаю. Мы и вас можем угостить. Дай, Жужу. Только нам будет противно смотреть, как вы жироки. Что, Жужа, обложил мерзавцев? Так ему так, на. Вы же знаете, что ей этого нельзя. Ничего, Ишка Клопает. У меня же колики. Правильно, вы же ее овсянки кормите, как птичку. Она хищница, да, Жужа, как все дамы. Что, господин Клоп, как панец Цыпкис, уже имеете взаимностью? Пан Андрей, ну за такое нельзя говорить на людях. Ну что же вы такой робкий? Как я вас учил? Наскок, аллюр, три креста и кавалерия заходят с тыла. Какая с меня кавалерия? Ну вы же артист. Ну сыграйте кавалериста. С моим фасадом я могу сыграть старую клячу. Мои подшлини. Всего доброго. Мое почтение. Влюблен в свою квартирную хозяйку, но никак не может открыться. Все у нас в штабе. Только о вас и говорят. За вас. Ведь он полезный молодой офицер. Я бы желал познакомиться с ним поближе, полковник. Ну… Может быть, он сможет помочь моему сыну. Маша! А вот эту отгадай. Знаю точно я сама, после осени… Дима! Маша! Правильно. Маша! Маша, иди ко мне! Мама! А мы тут курочек кормим. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. С добрым утром. Простите, вы кто? Почему нас здесь держат? Я Шилов Тимофей Федорович. Сейчас все объясню, Елена Васильевна. Все расскажу. Вот, чаю попьем, за чаем и расскажу. А все, ты чего копаешься? Мы чаю хотим. Так я это, мигом? Ну, хорошо. Может быть, в дом пройдем? Ваш пике. Давай, 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 давай! Кто вы? Кто вы? Я начальник здешнего ОГПУ, Шилов. Ну вот, испугались. Мне ведь только поговорить с вами. О чем вы хотите со мной поговорить? Так о чем? А супруге о вашем, Виктор Алексеевич. Я благодарю вас, поручик. То, что вы сделали, трудно переоценить, учитывая ситуацию. Господа, я так полагаю, господин Галицкий заслуживает нашего с вами откровенности. В ближайшее время, поручик, мы начинаем боевые действия. Полномасштабная войсковая операция, целью которой является захват значительной территории большевиков. Здесь, в Белоруссии и в Украине. Поэтому добытые вами документы более чем ко времени. То, что вы сделали, заслуживает всяческих похвал, но все же я рассчитываю, я буду рад, если вы присоединитесь к нашему отчаянному мероприятию в вашем прямом качестве. Боевого офицера. Я благодарю вас. Вы свободны. Чего вы хотите от меня? Чего вы хотите от меня? Письмо. Какое письмо? Кому? Супругу вашему, Виктору Алексеевичу. Я не понимаю. Очень просто. Напишите, уговорите его отказаться. Отказаться от чего? От своих планов. Напишите. Я сам вас отвезу, вас с Марусей к нему. Вам нужно подумать? Мне не о чем думать. И писать ему я не буду. Господи. Маша! 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 Януш! Рад вас видеть, панна Ирена. Здравствуйте. Вы не приезжаете? Забыли нас? Никак нет. Я не мог. Но я все время думал о вас, панна Ирена. Вы пропали, а я даже не знаю, где вы живете. Простите меня. Но я действительно не мог. Простите. Прощу, если сегодня же приедете к нам. Сейчас? Я обязательно приеду, но чуть позже. Правда-правда. Обещаю. У меня сегодня именины. Магда торт испекла с марципаном. Помнишь? Угу. Или ты не хочешь? Стой! Я хотел бы купить цветы. Здравствуйте. Вот эти. Конечно. Спасибо. До свидания. С днем Ангела. Поехали. Позволите. Признаться, я думал, вы человек слова. Так получилось. Практически против моей воли. Серьезно? Господа! О чем вы? Дело в том, что пан Галецкий заключил со мной определенного рода пари. Условия которого не вполне соблюдают. Что за глупости? Магда ждет. Пойдемте за стол. Да, пойдемте. Конечно. Съешь? Макдуша, на правде не могу венси. Съешь. Так, пана Ирена? Съест-съест. Я помню, ты больше любишь сахарные трубочки. Пани Магдалена. Да. Пани Магдалена, там молодой пан. Ага. Какой молодой пан? Говорит, что он Януш Галецкий. Мишель, а ты какого черта здесь делаешь? Я не понимаю. А вы кто? Галецкий Януш Казимирович. Галецкий Януш Казимирович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok